Бюджет этого года увеличился. Прогнозы пополнения казны на следующий, 2014-й, сегодня представили риотовским депутатам. За счет чего собираются увеличивать доходную часть, узнала Юлия Абдулаева. Городскому бюджету требуется уточнение. Финансисты подробно рассказывают о расходной и главной доходной части. В связи с тем, что администраторы дохода на сегодня выполнили свои плановые показатели, представили свои пожелания, увеличили бюджет города по доходу на 48 миллионов. Бюджет на следующий год тоже нужно уточнить. Комитет по управлению имуществом составил прогнозный план. В течение трех лет планируют продать муниципальное имущество в общей сложности на полторы сотни миллионов рублей. Это прежде всего нежилые помещения, срок аренды которых заканчивается. Предпринимателям предложат их выкупить. 14-й год 65 миллионов рублей, 12-й год 46 миллионов рублей, 16-й год 54 миллионов рублей. Деньги пойдут на детские площадки, ремонт дорог и установку 300 камер. Еще одна статья доходов сдачи в коммерческий найм так называемых служебных квартир. Работникам городских предприятий раньше приходилось только оплачивать коммунальные услуги. Но поменялось законодательство, да и предприятия поменяли форму собственности. Жильцы фактически могут остаться на улице. Администрация предлагает выход. Коммерческий найм. Право на представление жилого помещения на условиях коммерческого найма при предъявлении документов, указанных в пункте 3.3 настоящего района, имеют право муниципальные служащие, работники муниципальных бюджетных и жилищных коммунальных сфер, работники муниципальных предприятий и учреждений. Стоимость квадратного метра такого жилья 100 рублей дешевле, чем на рынке, но тоже внушительно. Однако, когда на весах оплатители выселятся, выбирать не приходится. Зато через 15 лет служебные квартиры можно оформить в социальный найм.